Всем привет! Меня зовут Аннабель Свон. Я пишу о любви. Сегодня я хотела бы прочитать вам стихотворение из своей книжки, которое мне очень сильно нравится. Оно называется «От начала до конца пережить всё». Я так мечтала о любви. Я шла тогда и говорила. Хотела бы я, чтоб были мы, чтоб было всё у нас красиво. И вот ты, жизнь моя, ворвался так ярко и явно, истеши, что след от грусти той остался лишь на углях печи души. Ты озарил мне путь надеждами, в глуби груди зажёг огонь, возвёл свой образ перед веждами, что вызвал у меня внутри покой. И благодарность я судьбе внутри себя день и за дня растила. «Мы так похожи», — говорила я себе, да и тебе говорила тоже. Всю жизнь свою, ещё молодую, искала я лишь одного. Того, кто понял бы меня, такую и принял бы, как раньше бы никто. Читала я письма твои, в них утопала томным взглядом. Строка за строчкой излагала философию твоей любви. И им я вторила, своей тирадой. Невероятно то, как встреча наша вдруг совпала. В неё могла поверить я лишь в снах. Ты написал, что представлял, как я с тобой гуляла и что желал бы очень встретиться глаза в глаза. Страх неизвестности, которую таила эта встреча, тот час рассеялся, как ты прижал меня в тот первый день. Ты свёл с ума меня своей речью, мне показал, что ты — судьба моя. Как проводили мы с тобой время, одному Богу видеть было суждено. И для меня теперь, пишу я, это бремя. Забыть так трудно это всё. Ты помнишь, как тогда я намекнула, что образ родственной души я по тебе рисую? В глазах твоих тогда искра мелькнула, и из губ сорвали жадно поцелуи. А помнишь, как прекрасны были мы, как в театре все на нас смотрели? Ступили в зал мы, словно из-за тьмы, из века романтизма в свете белом. Луна, оформленная в круглый шар, на небо взгромоздилась этой ночью. И вены наши всколыхнула пожар, и кровь бежала со всей мочи. Прощаясь, долго мы терпели, считая, забывая час за часом. Я знаю, в тот момент сердца болели у нас обоих от несчастья. Готовы были, что расстаться тогда придется на года. Хоть и не верили, что может статься вдвоем, не быть нам больше никогда. Мои эти слезы были настоящие. И я плакала, смотря тебе в глаза. И представляла ту разлуку, предстоящую. Последний поцелуй и тот вокзал. И никогда я не забуду твои руки, лежащие на груди. В тот день. В последнюю минуту, когда мой поезд тронулся с ЖД пути. Потом я верила в любовь на расстоянии, мечтала, думала, ждала и знала. Каждый день огромные старания должны прикладывать в любви и ты, и я. И иногда слова твои я вспоминала, что время все расставит по местам. Покажет оно нам, кто же из нас сильнее, кто выдержит разлуку на года. А дальше я хотела пропустить. Мне кажется, твоя причина веской, точной. Я думаю, уже одном любить, любимым быть хотела бы всяк мужчина. Очень. И оптимист по жизни бесконечный. Но что касается любви, то в ней мне дует ветер встречный, и все стихи мои грустны. Ты знаешь, я пишу стихи всегда, когда хочу, чтобы мысли стихли, чтобы стало легче. И тогда могла бы думать трезво, чисто. Тебе желаю счастья. Моя любовь во мне остынет. Да, больно. Но не смею я тебя собой держать насильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok